Доброе утро, уважаемые телезрители! Доброе утро, уважаемые телезрители! У нас в Булусу есть старая добрая традиция радовать вас каждое утро музыкальными композициями. Внимание на экран! Кабло, уважаемые телезрители! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 Продолжение следует... 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 нас три тысячи больше западная часть украины который сейчас в общем как вы знаете на украине там происходит такие много интересных моментов я даже сейчас вспоминаю думаю возможно бы это сейчас получилось бы или нет сейчас что получил сейчас съездить да сейчас получил бы чтобы снова сеть в эту творческую командировку побывать там а хотелось бы конечно очень хотелось потому что там была своя атмосфера в общем там творческие люди тоже они понимают отношения все поэтому после этого много работал как читали организовывал свои мастерские керамические сейчас у нас есть керамический цех керамическая петь где мы можем работать сейчас мы до этого считать а вот по творческим командировкам что касается их сейчас это слово немножко наверное ушло уже в небытие канула в лету и нет такого понятия творческая командировка ну по крайней мере я не не встречал ну что я себе представляю представляете есть творческие союзы союз художник казахстана и где в общем организовывали такие пальцы командировки это на два месяца вот где мы ездили все за счет за счет самые союза художников офицер там она предоставлялась место не могли работать творить все что мы хотели создавать после этого возвращались домой делали выставки в таком вот кратце если там сказать полняли свои творческие задуманные работы по эскизам также были творческие командировки например я вот эти динтер это прибалтика где на сегодняшний день на это тоже трудно себе предстоит зинтар зинтар это какая страна это рига это латвия и в общем там были со всего союза там было в общем 25 человек со всего союза ленинград владивосток казахстан украина это бесценный обмен опыт это бесценно это были такие в общем приятные воспоминания когда ты веке дают индивидуальную мастерскую материал ты работаешь то не просто работаешь там медицинское обслуживание если у тебя там что-то болит или все-таки это проблемы то там нет еще и санаторного и санаторный и в общем творческий все вместе это тоже течение двух месяцев после этого делается определенная выставка вот где обсуждаются все работы потом разъезжается по домам а есть работа сохранившиеся из львова с латвии да есть визг и визг и сейчас хранятся дома многие работы многие работы приобретенные те ими частные коллекцию и что еще новые работы которые сейчас делается да вот я вот оставлял последнее время это уже выполнено по керамике по самому то выполнено здесь у вас была выставка и астанинские мотивы была композиция там замечательная керамическая да 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 вот это вот последняя работа которая была сделана здесь в общем у нас все это посвящено астане много там сейчас работаю вот в этом таком варианте мелкой пластики а когда художник зарабатывал больше когда ремесло художника приносило больше в то время когда были творческие командировки и так далее или же сейчас в век когда можно продать свои картины подарить музеям вы знаете в то время и художник был востребован в каком плане там была фармическая работа пройдете когда годин был постоянно сейчас это все заменять оргтехника до компьютеры станки которые печатают билборды и потому что тогда мы где это все рисовалось вручную конечно это придавало стимул это заставляло художников работать и думать и зарабатывать одновременно настоящее время стоящее время если художник хочет работать он создает творческие работы ну реализуются они нашим нашим месяцем очень трудно потому что потребность потребность такая не особенно а почему потребность не особенно потому что люди не настолько сильно оценят искусство да нет ну я думаю что люди ценят искусство ну понимаете затраты которые сейчас происходят на выполнение работы может быть не оправдывает того что если запросить определенную сумму денег то сколько стоит хорошая большая картина но хорошая большая картина по-разному если это самое и 60 тысяч и 70 тысяч если там портреты вот сейчас например в астане там вообще 150 200 тысяч за портрет и за работы да да если смотря какой портрет как его написать там зависит еще от того насколько я знаю от материалов от да вы знаете современный современная живопись сейчас у нас разного разного материалы ну главный который котируется этого масса называется масса во все времена да да это уже такой стандарт и все но сейчас вы знаете что появились новые краски акриловые краски современные краски которую потребляется который расписывается и потребуется и живопись и на холсте также на стенах поэтому все технологии которые многие сейчас работают так что через компьютер про изыскивают материалы с компьютером да и тоже это все в общем на месте все это не стоит это вот например сейчас современная продукция из китая которые к нам приходят пизажа все вещи заметили то они принципе где-то напечатаны и потом тронутой рукой художника так слегка и в общем продают вот эти вот не обязательно даже тронут рукой вот такие вот работы конечно они сбивают это самое цен и в общем есть определенной конкуренции рынок есть рынок здесь нужно отличать что висит на стене китайская поднял или оригинал ноги кто-то кто занимается серьезно и понимает живописи то конечно они отвечают они покупают те работы которые имеются тех авторов которые знают вот те специальные заказы многие сейчас наши художники работают по заказу на портретах которые их уже знают делают заказы сейчас давайте искусство такое широкое направление на кто знает огромное количество этой поэзии и художественное творчество и архитектура и музыка было самым альфгейх виды яшын менде поэзия лимнен сыр шертетін келес айдарымызға кезек бергіміз гелботыр біздің арптестеріміз сіздер үшін арнайдайындаған болатын қабылауыныздар сен жыладың жебетін көп көрдімдеп тұмыстың тапшылығын қайтпады деп жұрт кеткен жақсылығын сен жыладың көтергене басында қалай бұның мұзбо беріп кеткен бе барайбының көтергене басында күніңді босқа өткізіп бедің тағдырын неге сырайты сарау өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп тұмайты саған тұл парты сүрінбейді деп асауды менілмейді деп ақ көйлік кірлемейді деп қар ешкін бүжіген ағаш қайтадан көлдемейді деп ұрмайты саған жұрттың бәрі мейірбан арайды деп жұрттың бәрі шындықты қалайды деп бейікті ардақтайды асылың қорлатпайды деп қыйналып пекер аландадың алу өйінді шығар өрі үріске өзің әғайтчығы қаламда мұнау жүйудің бәрі жүйіспе үзігітке арман жеткізіппеді өз сұрын өз жүйінбесе өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздығы көмесінді жүйінді 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 жү жүйінді 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 жүй наш приз шахар то билет филармония да учет и дмитрий петюльдин концерт не арналган и кин буша карта билет то отуал лармы скетия хромет телекорумен дер тогда и истер независимы салаги тей бизден миманамызгар кызықты сұрақ жолдаларын из керек ен кызықты сұрақ жолдаған көріменге бас билеттымызды осынатын боламыз да унында просты болоса да уважаемый телезрителям мы с нетерпением ждем ваших звонков чтобы выиграть билет все что вам нужно сделать это позвонить нам студию задать интересный вопрос нашему гостю балусе либо мне мы с радостью ответим на все ваши вопросы и пообщаемся с вами мы ждем звонков самым креативным конечно же да да как всегда приз достанется самому креативным юрий григорьевич вы рассказали об училище как дальше развивалась ваша профессия но после окончания училища я приехал как читал как читал я приехал по пригласению там ребята которые закончили работали здесь сделать одну работу я думал своевременно приеду выполню эту работу и потом я потому что у меня было направление и в город ссср тюкзель по специальности предлагали такие варианты но когда я приехал город как читал работа затянулась и в общем это первая мозаика это у нас была первая мозаика который сейчас посадка его воде там с горсу да он там на этом до посаде это первая мозаик которую полно все какие-то витами сделали работали мы на ней где-то около года но после выполнения этой мозаики как-то так получилось что я решил задержаться здесь вот сегодня сегодня я живу в городе а что тому причиной почему решили задержаться ну вы понимаете как-то поразмыслил так что этот город когда я приехал мне породило тем что я когда после учебы ленинград москва и спустился в аэропорт рядом озеро и поселился в гостинице гостиницы которые в общем-то достык до старая гостиница сейчас сегодня не новая гостиница это находилась на том же месте вот там продавали гладиолус цветы черные такие и тишина такая покой знаете город был такой спокойный тихий зеленый чистый райское место для художника я так увидел вообще великолепное такое состояние лето все очень как-то душа пела да в этом плане началась работа вот и когда после окончания работы я просил подумал стою я всегда могу попасть и туда и москву и все потому что это было гораздо свободно купил сам на предмет и все поехал посмотрел приехал можно жить и работать здесь откуда вы родом я сам родом из казахстана родился караганде а вот вы говорили в этом заканчивали школу то есть получается вы вернулись на родину да получается что вернулся на родину но после этого нас приглашали в другие места заработать после того как мы приехали город корчетав и тут еще работая с братом тут еще один товарищ ключинский такой был у нас которому вместе учились и он то отсюда вообще родом и вот и него в общем как-то получилось он пригласил мы в общем остались здесь в этом городе и по сегодняшний день мы работаем что интересно что когда мы приехали то вот я говорю что занялись мозаика потом приехал определенная комиссия начала смотреть рассматривать что как кто это такие и нас из алматы комиссия приехал потом нам порекомендовали давайте мы отправим вас в польскую командировку во львов как у керамист и все ну ладно с удовольствием поехали где-то мы там были два с половиной месяца поработали сделали работы после этого вот она пригласила сделать персональную выставку персональную выставку в мате для моего художника конечно было что-то когда мы сделали эту выставку то много были заинтересованы и корреспонденты и художники потому что вот такой материал вы создали себе имя уже такой материал вообще предоставлялся впервые были керамики художники херамисты но которые работали в другом материале это каменная масса и вообще формат видения совершенно другой был вопросов стояли вы ли это сделали не вы сделали очень много было такого каждые вопросы как раз вы доказывали да потому что вот вы приехали туда вы там купили вам сделали все но чтобы это доказать нас посылает еще раз туда потом вы не сильно расстроились мы потом приезжаем делом соответствующие еще выставки кроме этого мы нужно еще доказать что это кроме выставок доказать что это твои работы у нас делают выставки на всесоюзную выставку где всесоюзные выставки там республиканские ну потом вроде как-то уже успокоились и люди поверили не люди поверили а там знаете как везде в организациях любой творческой организации есть подпольное такое течение как и потом этот вопрос в общем решился когда нас принимали в союз художника тоже было спорно тело нас подняли потом голосование тайное голосование раз и мы где-то в общем не проходим хотя на комиссии были московские художники все представители но это в общем вот так вкратце потом все это решилось положительно после этого мы в общем работали творили выставлялись много выставок было если прочитать в общем где-то этого зачем-то выставка республиканская что помимо творческой составляющей было еще и личностная какая-то личностные моменты чтобы прием в союз художников что при вопросах вы ли это сделали но это 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 все где я говорю что в творческих союзах это всегда в любом коллективе творческом коллективе есть такие вот моменты как приходилось этим бороться бороться с этим только одно это наработать и все и доказывать что это ты там если ты вникаешь вот эти все дела то это за затяжная такая возня как раз убеждать спорить и ругаться смысл не не стоит просто мы доказали это своими работами что мы работали мы делали потом после этого мы много работ делали монументальных в городе стал последний сиденье еще находится живут какие-то работы давайте перечислить чтобы нашел и зрители не так знают многие но все же более молодого поколения я хочу вам сказать что вот или таткарская фабрика сейчас там это сама которая была раньше потом два мозаичных панно когда я делала чуть-чуть да вот которые были сделаны первая школа мозаичные панно на первой школе там было два панно одно осталось и потому что когда была авария там произошло разрушение в общем не в общем сняли реставрировать не стали реставрировать потом рельеф максима горького и абая на углу этого дома где сейчас там административный центр там все вот наверху колос такой потом много еще чаглинки есть мозаичное панно которая сейчас сохранилась посвящена тогда дню космонавтики космонавта когда была встреча американских и советский космонавт космосе а там этот тем посвященный этой теме в общем кроме этого были внутренние оформления это интерьерное оформление сейчас которые остались которые не остались но есть такое знаете осталось кафе это автобусный вокзал когда на второй этаж поднимается там есть кафе да и там вот это вот кафе которые расписаны таким типом суррогат габелет стены расписаны даже кафе перед фойе вот на втором этаже под ней самом кафе полностью тоже и вот этот суррогат это самое это просто техника была новая которая мы это применили опилки не разводили красками на сильной стенкой это рельеф это тоже было новшество то время какие-то вот такие вот моменты потом керамические росписи делали вставки такие в общем много было сделано работы даже на первый взгляд вот сейчас последнее время что на чем мы работали создание скульптуры балкадиса это групповая такая скульптура которые там были задействованы группы а где находится это на выезде в зелинду на 42-ом километре там турок много леса работа ведется только летом на скульптура или она может и зимой и летом в нас в условиях мы водили вели летом потому что это дело бетонные работы потом у нас бюст к на валиханова который около возраста вынести то да это автор мы вот этого бюст это последние работы малика гавдулина зелинде скульптура малика гавдулина вот эти олени которые там на горе стоят огромное количество работ до в общем и город много кроме этого еще и такие керамические работы которые оформлялись интерьерами так как базы блюда рельефа геп ну вот к барельефам и базам блюда мы сейчас все вернемся и врач вот сейчас очень модно стало многие люди запускают свои линии одежды дизайнерские к звезды люди с именами и люди известны они стараются пути дизайнерскую линию одежды хотя они имели к этому никакого отношения никогда не было такой мечты попробовать если вы умеете рисовать и иметь художественное видение вы знаете вы сейчас задали такой вопрос и вот сейчас у меня студенты 3 курса и вот они промышленный дизайн они как раз вот сидят и вы такой пиц рисунок который я им дал задание разработать свои индивидуальные модели которые вы хотели чтобы это как они были в общем очень интересные с работы такие вот которые это самое можно если бы это все было бы возможно запустить то было бы очень интересно показать вот сам я лично вот этими занимался но вот со студентами сейчас прорабатываем я надеюсь что где-то это получится что-то они на выпускных экзаменах то есть на защите сделают определенные и может быть уже сами будут в это одет ну да обязательно да мы тоже надеемся что это войдет бренда брендом мы считаешь вами на ваших дизайнер да должны услышать потому что там талантливые девочки которые работают и в общем они живут этим но будет здорово если они однажды подпадут на какой-нибудь мой конец кассе ими работы и я надеюсь что это должно быть потому что они просто вдохновенный вдохновленные своей работой это самое главное творчество сейчас давайте еще на несколько минут привлёмся а потом снова побеседуем посмотрим на бренды одежды которые уже созданы и то можно носить в этом сезоне козы ракезде сэн гайналган сэн ки им дерне они был масса дизайнерлер кандай сэн дэ усыну ботры и кен он бергет а маша лайтын был амыс кормит телекормеден арнадан аустамангыздар холодный сезон выбор обуви для мужчин становится одним из главных занятий отыскать наиболее подходящее решение ботинок или туфли вполне возможно если четко проследить последние актуальные тенденции зимних коллекциях дизайнеры предлагают большой ассортимент различных моделей зимняя мужская обувь отличается большой практичностью высоким качеством и теплосберегающими свойствами в тренде туфли на массивной фактурной подошве изделия спортивном стиле и высокие сапоги в линии как широко представлена экстравагантная мужская обувь разнообразных стилях панк-рок рок спорт шик мужчинам-консерваторам также есть из чего выбрать себе обувь в коллекциях текущего сезона ключевые тенденции элегантность комфорт и практичность на пике популярности остаются натуральные фактуры кожа и замша в тренде черно-белая цветовая гамма шоколадные бордовые горчичные болотные синие оттенки традиционные модели не утрачивают свои актуальности весьма роскошно смотрится замшевая кожаная классическая обувь зимой дизайнеры предлагают носить стильные ботинки на меху с круглым носиком вместо меха также можно встретить в коллекциях обувь на шерстяном утеплителе в тренде дерби и классические локсфорды и мужские туфли со шнуровкой черные дерби подойдут деловому строгому костюму для неофициального стиля лучше приобрести двухцветные туфли из комбинированной кожи или коричневые модели с водных подиумов нисходят различные варианты спортивной мужской обуви туфли кроссовки их модификации гармонично смотрятся с джинсами костюмами широкими узкими брюками модели имеют лаконичный дизайн и очень аккуратно смотрится на ноге традиционные сочетания черного и белого синие оттенки коричневая палитра в особом тренде кроссовки утепленных моделей вполне можно носить и зимой это комфортная обувь очень практичная и способна выдержать большие нагрузки модели имеют мягкую и хорошо кнущуюся подошву которая подходит не только для спортивных пробежек но и длительных городских прогулок да уже медленно давайте уделим несколько минут музыки послушаем очередную музыкальную композицию посмотрим клип и встретим еще одного гостя нашей студии студента юрия григорьевича расскажет нам о своем преподавателе и о своих работах субтитры создавал DimaTorzok и в Солу меня, сава меня, сава меня, сава меня, сава меня, семьи меня. Продолжение следует... 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 ставлены на этой выставке но на этой выставке в основном пейзажи портреты а по какому принципу они отбирались ну вас же больше работ чем в принципе то что это что есть тот и выставил и потому что как обычно раздаривается много работ дарю там продаются работы тоже на выставке на международном пленэре когда был во первых проблема вести оттуда вот там допустим неделю мы работали на пленэре потом из оттуда большим образом или вы там работали там же снимает мы там мы приезжали туда на пленэр международный это где нам это вроде городе вроцлав больше проходила давно это трижды я участвовал был 2001 году 2005 и в 2009 самый свежий в памяти еще девятый год поделать они вот об этом пленэре расскажите вот там собираются художники это было еще ну как приглашали бывшие снг страны по советского простого и с европы проходил в таком плане мы собираемся там они обеспечены с материалом холсты и краски все и мы три и три недели работаем пейзажи пишем портрет каждый пожелание затем проходит выставка продажи работ и все потом много работ продалось например ну принципе то что не продалось все равно и там подарилкам спонсоры там ну и так раз потому что вести тоже это проблемно пишете ли вы картины на заказ ну если есть заказы почему не писать в одном своем интервью вы сказали что вам больше всего по душе портреты почему портреты интереснее потому что общаешься с человеком пока пишешь общаешься к пишешь общаешься если писать с натуры да ну в основном с натур это интереснее писать нужно иногда заказывают с фотографию хотят кому-то подарить там и что как с фотографией то ну сложнее даже я бы сказал так ну не то что сложнее ну бывает еще как фотографика как сделано да ну не сейчас что как будто души не хватает вот именно то что когда человек общаешься видно человека разговариваешь с ним такой вопрос смогли балансу написать смог бы сколько времени ушло но сегодня не успеем в целом сколько времени уйдет на на портрет ну можно можно за час можно не сам нет если 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 маслом делать это дольше это несколько дней нужно балансу можно записать на ком студийном фоне вообще будет все-все просто элементарно можем эфир включить рисовать эфира то есть было бы неплохо на входе да петр расскажите нам пожалуйста как вы пришли вообще в творчество как начали рисовать но вообще с детства рисовал все говорят с детства рисовал детство рисую практически все я рисовал художником до детстве сервису это главное что чтобы заметили наверно или найти дальше вот как потом ну я вырос с сельской местности да вот село зеленый гай чикаловский район бывший вот у нас ну рисование но в школе понятно чтобы рисование но профессиональных художников не было уже где-то в классе восьмом наверно один приехал художник и но он буквально неделю проработал не смог ну что не понимали зачем в селе какие-то он начал просить нужно мольберты сделать там чтобы детей помещение нужно освещение соответственно помещение чтобы было светлый простор ну и в общем не знаю как получилось так что ну в общем он уехал а я снова тогда вот немного позанимался и еще дядя у меня был художник как-то приехал заметил и потом начал литературу мне привез начал показывать после этого поступил я щучинское педагогическое училище там я брал уроки у два мастера художника риттер иван яковлевич и сольков виктор кириллович они заканчивали омский художественных графических факультет и преподавали кружок изобразительных искусств вот у них учился потом здесь в алихановский институт шикана алиханова 85-м наступил проучился и так вот становление карьеры пошло да дальше да и постоянно совершенствовались прекрасно давайте ненадолго прервемся буквально несколько минут а потом продолжим нашу беседу я бизна арнамызда келес айдарға кезек бергымз гелеву отыр хрометты телекурмендер арнадан ауста мангздар осенью в особом уходе нуждается не только кожа но и волосы они уже и так значительно ослаблены после летнего сезона усугубляет ситуацию переменчивая осенняя погода с ее постоянными перепадами температуры и влажности каким должен быть правильный уход за волосами в этот период обычно женщины начинают сталкиваться с такой проблемой как секущиеся кончики волос они придают прическе неопрятный вид вылечить секущиеся кончики нельзя если они уже появились вам необходима стрижка желательно предпочесть стрижку горячими ножницами при которой срез каждого волоса запаивается стрижка поможет устранить внешние проявления проблемы избавившись от секущихся кончиков вы должны обязательно позаботиться о профилактике их повторного появления если кончики секутся это означает что волосам не хватает питательных веществ и влаги поэтому не забывайте регулярно применять бальзамы и маски для волос осенью к сухости склонны абсолютно все типы волос поэтому необходимо правильно подобрать шампунь с высоким содержанием питательных веществ и растительных компонентов желательно отдать предпочтение органической косметики без сульфатным шампунем помните что мыть голову нужно не горячей а умеренно теплой водой крайне негативно на состоянии волос в особенности ослабленных сказывается механическое воздействие и высокие температуры после мытья не нужно активно тереть волосы полотенцем и пытаться их расчесать просто промокните их чтобы убрать лишнюю влагу ослабленные волосы лучше не сушить горячим феном дождитесь их высыхание естественным путем осенью нежелательно подвергать волосы окраски химической завивки если же вы все-таки не смогли удержаться от смены образа волосам будет необходим особый уход с помощью специальной косметики помните что здоровье волос зависит не только от того как вы за ними ухаживаете но и от состояния вашего организма в целом осень время а витаминоза и пониженного иммунитета внутренние проблемы организма проявляются в первую очередь в изменении состояния кожи и волос сбалансированный рацион богаты витаминами здоровый сон прогулки на свежем воздухе все это будет положительным образом отражаться на состоянии ваших волос все эти несложные рекомендации помогут вам реанимировать волосы после лета и сохранить их здоровье и красоту течение осени главное чтобы уход за волосами был не спонтанным а систематически арнада көкшенуру таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы жұмысын арғарай жалғастырады күрметті телекөремендер біздің байланыс нөміріміз 25 25 0 5 бүгін біздің қонақ жай студиямызды қаламыздың белгілі қыл қаламши берегел ботыр егер де біздің қонағымызға айтар сұрақтарыңыз не болмаса айтар отықтым millenn fasоқтарың болылғым үмір қалайда олар адам antарап тілер ну н insearáң сұлақтарыңыз талықтыңыз अна қағы берегел бүн ме қалай атып сұлылен шықтаршықтан И это буквально вот года 3-4 назад мы на то же место приехали на Чалкар. И подходит парень такой выше меня. Здравствуйте, здравствуйте. А вы меня не узнаете? Я говорю, нет. А помните, вы меня рисовали? Здесь вот мы приезжали. Интересно, не страшно, портрет остался? Ну, остался, он говорит, у меня до сих пор висит дома. Вот такие ситуации бывают. Ну, работы вообще все запоминаются. Вы еще говорили, в Польше был какой-то случай интересный. В Польше было, мы на пленэре были когда. И тоже пейзаж пишу, мужчина подходит. А там так далеке дом стоял. Ну, пейзаж интересный такой был. Ну, я акварельку сделал, пейзаж. Мужчина подошел. А что, говорит, это вообще-то мой дом, говорит. А потом, когда уже была выставка, приходит, оказывается, это бурмистр был этого города. Я не знал. Он говорит, я эту работу у вас куплю. Ну, хорошо. Здорово так сложилось. Практически на заказ получилось. Только об этом заказе вы не знали. Да, я не знал даже. Ну, понравилось место. Ну, разные ситуации вот такие жизненные бывают. Портреты, когда пишешь тоже. С людьми общаешься, рассказывают люди о себе. Ну, интересно. И портрет получается интереснее. То есть, мы встречаем с натурой. Часть характера, уважаемые. Скажите, пожалуйста, как часто вы пишете картины? Ну, в настоящее время, ну, когда после работы, вот выходные дни бывают. Иногда после работы, если время есть. Потому что, ну, сейчас занимаюсь, сейчас работаю в высшем колледже, преподаю рисунок, живопись у архитекторов. И инженерная графика, там тоже много времени уходит. Ну, устаешь просто. Ну, так бывает, что придешь какого-то порисовать, выходные, в субботу, в воскресенье. А не бывало никогда творческого кризиса, что был прям застой в творчестве? Ну, такого, ну, бывает, что не получается. Иногда, даже вот бывает на заказ. Нужно сделать срочно. А садишься, вот не идет вот как-то. Бывало, что отказывались от заказов? Бывало, да. Ну, если, допустим, я чувствую, что не смогу сделать. То есть, портрет вы смотрите на человека и понимаете, можете или не можете? Ну, бывает еще, заказы разные. Прихоти тоже разные. Бывает заказы. Мне надо, там, вот это, такой-то одежде сделать, там, на коне, там, или еще что-то. То есть, а есть императорские заказываются, ксельбанты, на коне, треуголки? Ну, вот, бывает, что там, вот, потом начинается. Просто я своими глазами видел картины, у меня некоторые знакомые заказывали себе картины, где он сидит на коне, в императорской одежде, под Кутузова, без повязки на глазу, ну, такой весь, треуголки. Ну, иногда отказываюсь просто, говорю, нет, я не смогу это сделать, и все. Просто, если я чувствую, ну, мне здесь не нравится это делать. То есть, вам должно самому еще это все подходить? Не, ну, не мне подходить, но просто бывает, что... По душе, чтобы было. Да, ну, если в пределах разумного, там, когда бывает, когда совсем начинает, там, вот так, надо, вот так. Ну, говорю, извините, сами. Клиент проблемы. Тогда сами дорисуйте, я так не могу. Все, хорошо. Все мы знаем, что творчество любит тишину. Где вы большинство рисуете свои картины? Ну, больше всего нравится мне на природе рисовать, конечно, пейзажи. А так, дома, в квартире, в основном дома, в зимнее время. Да, в зимнее время сейчас не по погоде, да? В зимнее время, в зимнее время на природу порисовать не выйдешь. Ну, давайте посмотрим тогда прогноз погоды, узнаем, можно ли сегодня выйти на улицу куда-нибудь на капу и порисовать. Я, орайы болжамасы, сіздердің назарларыңызда құрметті телекөрмендер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, осталось буквально 10 минут до конца нашего сегодняшнего эфира. Мы по-прежнему ждем ваших звонков. Звоните, задавайте креативные вопросы, делитесь своими впечатлениями и выигрывайте наши призы. У меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас кумир в этой сфере? Ну, в творчестве, вообще кумир, так вот, есть же высказан, не сотвори себе кумира. Так, чтобы поклоняться, поклоняться или подражать, не о том. Да, этого нет, но нужно равняться все равно на известных людей. Да, то есть, когда кто-то нравится из творческих людей, это нормальная история. Ну, вот допустим, Леонардо да Винчи, да. Вот, примерно это мы и хотели услышать. Вот, этот человек был настолько всесторонний раз. И он был и конструктор, архитектор, художник. То есть, изучал много. Ну, в общем, вот. Петру, давайте назовем 5 самых лучших художников мира по вашему мнению. Ну, я не могу так сказать. Ну, вот вам, как кажется. Кого вы считаете прям самыми-самыми-самыми лучшими? Ну, да Винчи пусть будет. Ну, вот Леонардо да Винчи, Рафаэль. Да. Ну, из, допустим... Ну, можно из Ренессанса, если. Из передвижника, вот много художников. Пластов, допустим, взять. Рембрандт. И последний. И пятого еще. Себя назовите. Не, а себя. Ну, что ж, действительно, вы назвали такие имена, достаточно известные, которые внесли свой вклад в развитие мирового искусства. Огромный вклад. Можно сказать, они, наверное, и базируются на этих именах. Во многом. Хотелось бы это сделать копию чьей-то работы? Нет. Никогда? Но многие художники же делают кальки, скажем так. Копировать? Я могу посмотреть, полюбоваться работой. Ну, копировать это, ну, я не знаю. Ну, не нравится. Все-таки есть у вас творческая индивидуальность. Я могу посмотреть, полюбоваться работой. Ну, зачем копировать? Если уже это человек туда вложил душу свою, свою работу. Копии не создаем. Ну, они продаются просто хорошо. Ну, это продаются, насколько я знаю. Ну, что ж, Петр, на этой позитивной ноте, на творческой индивидуальности мы подходим к завершению нашего вечера. Сейчас у вас возможность высказать пожелания нашим телезрителям, передать привет своим родным, близким. Хочу передать всем привет, коллегам своим. И всем хорошего настроения, здоровья, благополучия, творческих успехов во всех делах. Потому что во всем должно присутствовать творчество. Слова настоящего художника. И мы же, в свою очередь, желаем вам здоровья, счастья и хорошего дня. И знаете, чего я хотела вам главное пожелать? Чтобы вы стали кумиром для своих студентов. Рахмет. Замечательное пожелание было. Я думаю, действительно, однажды так и получится. Большое спасибо. Ну, что ж, на этом наш эфир подошел к концу, уважаемые телезрители. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого наилучшего, счастья, успехов, хорошего дня и удачи во всех ваших начинаниях. Я, в окончке орай көкшенныры бағдарылмасының бүгінгі шығарылма осы мен. Аяқталды, келесі кездескенче. Аман, сау болыңыздар. Аяқталды, келесі кездескен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok